Пираты Атлантического океана на время высадились в Витебске и прямо в центре города скрестили шпаги. Своими образами Ольга и ее сын Радамир из Англии стараются показать, Славянский базар это не просто фестиваль, а состояние души. Привет от английских пиратов. А приехали сюда на Славянский базар повеселиться. Когда-то я сама принимала участие, так что эмоции самые настоящие. От воспоминаний до бурного интереса о том, как происходит все по-новому. То вообще, как здесь все меняется и меняется в лучшую сторону. Англичанка с белорусскими корнями не раз танцевала на сцене летнего амфитеатра. В последнее же время помогает другим артистам. А их в Витебске будет несколько сотен и даже тысяч. 42 страны подтвердили свое участие в фестивале. В Витебске по этому поводу пришлось даже установить дополнительные флагштоки. Кредитовали мы уже на сегодняшний день полторы тысячи человек. Ожидаем более четырех тысяч. Ну, приходят, конечно, все аккредитовываются с удовольствием, всех рады видеть. Сегодня, например, утром уже приехали у нас Олежка, Гафт, вчера Лепс приезжал. То есть все без вопросов, конечно, довольны и все. Самый многочисленный звездный десант по традиции из России. Одним из первых в Витебск приехал Александр Олежка. И, конечно, модный шоумен не забыл прихватить с собой с десяток ярких пиджаков. Костюмов много, они все радостные, цветные, с цветами, конечно же. Потому что славянский базар – это как ярмарка разноцветная, как лоскутное одеяло, где много талантливых людей. Каждый представляет свою краску. Вот видите, сколько всего. Так что все мои мечты с детства сбылись. Куда скромнее в нарядах оказался Сергей Безруков. Впрочем, актер был скуп и на эмоции. Хотя все же признался, что восхищен городом Шагала. Я уже посетил музей Шагала. Тем более, что так получилось, что организации сказали, что он вроде бы закрыт. А я просто пошел туда пешком. И оказалось, что сегодня день рождения Шагала. И сегодня, наоборот, все, что связано с Шагалом, в Витебске открыто. Буквально через пару часов сцену летнего амфитеатра займет Григорий Лепс. А уже завтра здесь мы встретимся с Валерием Меладзе и Ириной Аллегровой. Напомню, до официального открытия Славянского базара в Витебске осталось два дня. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.